Микс Ньюс Life is good Люблю Life is good Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю лайф На радио Болтком Добрый день С вами Нина Дождева Журналист, руководитель Проектов журнала Люблю И сегодня мы вновь встречаемся С нашими радиослушателями Ну, у меня такой вам совет Если у вас рядом Наш журнал Люблю, можете его смело взять Подойти к зеркалу и сделать вот так Вот Почему такое движение я сделала Потому что с сегодняшнего дня Наш журнал начинает Обратный отсчет Ну, почти как у космонавтов Ну, немножечко я подвесила интригу Но на самом деле Наши постоянные читательницы Уже знают, что каждый год В марте мы проводим большой Искрометный семейный праздник И в этом году Не исключение Буквально меньше, чем через месяц Журналу исполняется 22 года Вообще удивительное, конечно Как быстро бегут время Как быстро бежит время И в этом году Ну, я буду считать так Что у всех у нас Счастливые двойки И многие пропустили Вот это волшебное число Когда и число было второй Месяц был второй И год был двадцатый Поэтому у вас есть возможность Еще раз загадать Свои заветные желания На день рождения журнала Четвертого марта Нам исполняется 22 года А седьмого марта В канун Дня Международного женского дня Мы всех приглашаем на праздник Который пройдет в Акрополы На выставке индустрии красоты Экспо-бьюти Ну, самое главное Что у нас Мы приглашаем не просто Прийти на праздник Мы этот праздник Делаем для вас И вместе с вами И, конечно, главное украшение Нашего праздника Это семейное дефиле Что значит семейное дефиле? Ну, в кои-то веки Мамочки, дочки и сыночки Могут, взявшись за руки Пройти по подиуму Получить свою минуту славы Под такую жизнерадостную музыку А может быть вальс А может быть такие энергичные Дискотечные ритмы Выбрать номинацию Соответствующим образом одеться Чтоб они были не просто Как участники дискотеки Или пришедшие на тренировку В спортивный зал Но чтоб они ощущались командой Или парой Или веселой компанией Номинации следующие Мы за спорт Идем на дискотеку Вторая номинация И третья Едем на бал Ну, приветствуются, конечно, Длинные платья Если мы говорим О мероприятии, вечеринке Или каком-то бальном Таком событии Либо спортивный Необычный Вот такой вот стиль Ну, тем более, что Как ни крути А вот здоровый образ жизни Фитнес, велнос Ну, без них, наверное, Каждая женщина Ну, в своей жизни не мыслит И вот есть возможность Вместе с ребёнком Прийти Продефилировать И, конечно же, Получить прекрасные подарки И традиционно На каждом нашем празднике Не дожидаясь Когда Как-то судьба Повернётся к вам Какой-то особо красивой Или такой Удачной стороной Прямо на празднике Мы разыграем Нашу обложку И вот теперь Вы поняли Почему я сделала Вот так Ну, представьте Что вот здесь Вот будет Ваша фотография Сюрпризов Будет очень много В частности Можно будет сделать Селфи Ну, если не с царицей То, может быть С императрицей Или, может быть Французской королевой Марина Тимченко Наш старый друг редакции Она приготовила Специальный приз Будет в таком Дворцовом наряде И вместе с ней Тоже можно Сфотографироваться На память Ну, я назвала Только некоторые Некоторые такие Моменты Нашего прекрасного Интересного И очень весёлого Праздника Ну, и потом Сам торговый центр Развлечений И вообще Семейный торговый Центр Акрополы Тоже приготовит Подарки И кто-то Отправится на каток Прямо-прямо-прямо После праздника Кто-то Получит Гран-при Ну, кроме Обложки, конечно Которую мы считаем Самым большим Подарком И мечтой Для многих женщин У нас будет Семейный уикенд Загородный Да, может быть Вся семья В течение года Получит домик На живописном Берегу Юку Дзерновас Или отправится На уикенд В городской отель В центре Риги Ну, вы знаете Дело даже не в подарках А в том Как трудно Найти какое-то дело Или какое-то мероприятие Где будет задействована Вся семья Кстати, насчет семьи У нас Вот У меня даже СМС-ик пришел Спросили про пап Только почему мамы Да, кстати Это вот надо было Мне сразу Подчеркнуть Что, конечно же Приветствуется вся семья Не только мамочки Но и папочки Кстати, в прошлом году Победил папа с сыном Который подготовили Как раз выступление Очень спортивное Пришли даже С такой имитированной Штангой И устроили Буквально Перформанс Вообще Всех поразили Это был Вообще просто Взрыв Взрыв эмоций И они стали Самыми главными Победителями Ну и получили Сертификат Такой для Отдыха всей семьи Кстати, не только Папы Вы знаете Что сейчас Бабушки Очень молодые Ну, во-первых Бабушки работающие Они все В такой Хорошей форме И в прошлом году У нас были даже На дефиле Участвовали Семьи Где было Несколько поколений И, кстати Не в какой-нибудь Номинации А в бальной Номинации Участвовали И тоже были Победители Мама Дочка Дочка Внучка И все Были просто Прекрасно Выглядели И получили Массу Аплодисментов Мама Семья Дефиле Будет Будет Ну, что ли Стартом Слабым И, кстати Многие 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 наши Авторы Дизайнеры Имиджмейкеры Начинали с того Что они Дома Переодевались Там Мамины платья Хотели выглядеть Как мама Или какие-то Бабушкины Длинные халаты И пытались Изобразить Японию Или Китай С веером То сейчас Пожалуйста Мы открыты Для любых Самых смелых Экспериментов Ну, все подробности В нашем журнале И вам остается Только Примкнуть Вот к нашей Веселой компании Прислать заявку Ну, в прошлом году У нас участвовали Не только Мамы там Или папы У нас участвовали Крестные Со своими крестниками Бывает так Что в семье Ну, не все могут По времени Принять участие Кто-то взял Племянниц Кто-то взял Соседского ребенка Который просто Ну, увязался На праздник И в самый последний момент Тоже решил переодеться Буквально в торговом центре Пошли Купили Спортивную майку И все остальное Было просто Вот делом Таким экспромтом И тоже Произвели Неизгладимое впечатление А самое главное Осталась добрая Веселая память Ну, и, конечно же На нашей страничке На Фейсбук Мы выложим Все фотографии И все это Все это вас Ну, если не порадует То приятно Удивит Вот Потому что Мамочки все-таки Они выступают В роли мамочек дома И это возможность Когда мамочка Тоже так же выступает Как и ее ребенок А не сидит в зале Ну, если папу Не уговорите Своего Ничего страшного Доверьте папе Телефон Камеру И пусть папа Делает семейную хронику Фотографирует На память Вот Ну, то, что эмоций Будет много Это мы Ну, не то, чтобы Уверены Так бывает всегда И наш следующий Праздник Который будет 7 марта В 11 часов Прямо с утра Мы начинаем Да Примерно продлиться Полтора часа Это будет Не исключение И, конечно же Ну, не знаю, как кто Но Очень часто Люди хотят И иногда Они даже не представляют Как выглядит Наша редакция И очень часто Нас куда-то приглашают И говорят нам Какие-то Ну, задают вопросы Вот, пожалуйста Вся редакция Будет тоже на этом празднике Все вы нас увидите И главного редактора И журналистов И всех остальных И можете побеседовать И, может быть, спросить А, может быть Что-то предложить Для наших новых Тематических рубрик Новых проектов Потому что мы Для этого Открыты Ну, открыты всем Так скажем Ну, и, наверное То, что меня лично Привлекает в этом празднике То, что Все-таки Люди собираются вместе И люди собираются Не пассивно смотреть Когда им дают Что-то готовое А люди сами Вот творят Это действие Этот праздник Это, мне кажется Ну, дорогого стоит И вот Многие дети Они сейчас Мыслят Ну, вот так вот Если выразиться Не образами Как раньше люди Читали книгу Картинок даже было мало Книжки были Без цветных картинок И вот это все Вторая Это реальность О которой мы читали Она возникала В нашем воображении Мы испытывали Яркие эмоции А сейчас Ну, почти у всех детей Есть гаджеты Всевозможные Мощный интернет Ресурс Человек листает Картинки Инстаграм Фотографии Ставит лайки Невольно В голове У него Развивается Так называемое Клиповое сознание Вот уже все готово Готовый образ И То, что мы предлагаем Это мы предлагаем Проявить свою фантазию Создать свои образы Переживать Это реальные чувства Это все Здесь и сейчас Ну, вот я, наверное Уже долго говорю Про наш праздник Но те, кто были Уже расскажут вам Наверняка Они тоже сейчас Слушают наш эфир Или прочитают Об этом журнале И мы ждем, конечно И тех, кто уже знает Что это такое Праздник Люблю Семейное дефиле И тех, кто услышал Об этом впервые Все подробности В нашем журнале Прочитайте подробнее И, конечно Есть информация Подарков Но это, знаете Как айсберг Это малая часть того Что мы вам готовим И я очень рада Что вот Журнал Он существует Не только в такой Версии бумажной Или там Страничка на фейсбуке Он существует Такой В активной версии Наших ежегодных Праздников Которые мы проводим Весной И осенью Для всей семьи Не только для читательниц Но и для Всей вашей семьи Сейчас, наверное На рекламу Рекламная пауза Но не прощаемся Продолжаем наш разговор Пока мой монолог Но я думаю Что за эфиром Наверняка Многие обсудят И наш праздник И участие И свои имиджи С которыми они придут На наш праздник Седьмого марта Ну и для того Чтобы вдохновить Вас Что же такого придумать Как не остаться Незамеченным Поразить жюри И может быть Самих себя И окружающих Это тот самый случай Нельзя не пройти мимо Стиль кода Нашего автора Симоны Шульман Грэмми 2020 Ну Сказать Что это шок Это будет сказать Мягко Ну я думаю Те кто готовится На дефиле Не должны бояться Сумасшедших образов Потому что Вы видите Даже вполне Вполне себе Серьезные церемонии Такого уровня Позволяют Буквально сумасшедшие Сногсшибательные образы Ну я не к тому Чтобы их повторять Может быть вы посмотрите И решите Что так точно не надо Ну а кого-то Может быть Это натолкнет На какую-то Вот Такую декларацию Своей позиции Допустим Там фитнес Образ жизни Или Такой гламур Который тоже На праздники Всегда уместен Ну и Натолкнет На те образы Которые может быть Нам очень нравятся Но которые мы не можем Примерить на себя В реальной жизни И Плавно перетекаем К советам стилиста В частности О Гусиные лапки Ну вот Гусиная лапка Наверное Это тот самый Долгожитель Долгожитель Гардероба И сегодняшних женщин И их мамочек И их бабушек Конечно же Ну если отмотать Историю Вот этого Такого вот Пёстренького Чёрно-белого Очень стильного Наряда То Можно просто поразиться Вот когда-то Именно Не какие-то яркие вещи Да И цвета Остаются В тренде В моде А именно Вот такие вот Как их раньше говорили И не марки Не марки Но очень-очень стильные То ли за счёт контраста То ли за счёт того Что они очень как-то Стильно подчёркивают Силуэт Причём так как надо То что не нужно Мы не видим И то что у нас Есть наши достоинства Они подчёркиваются Вот И я думаю Что каждый для себя Отметит И Тренд сезона То что Если раньше Это был очень Минималистичный Такой взгляд На Имидж На образ То сейчас Дизайнеры Советуют Не останавливаться На привычных образах И смело Создавать смелый микс В частности Не только С другими Полосатыми Клетчатыми Нарядами Но даже С той же самой Гусиной лапкой Или шахматным Шахматным рисунком Но другого размера Ну я думаю Каждый для себя Посмотрит И Ну это знаете Как нот всего 7 А мелодии Бесконечное множество Так и варианты Гусиные лапки Я лично Её тоже фанат Фанат этого Этого Принта И Практически Даже вот не помню В каком возрасте Первый раз У меня появилась Вот такая расцветка И в частности Тот Кто хочет Носить брюки Но не хочет Привлекать внимание Каким-то особенностям Вот говорит Ну с моими ногами Я не могу себе позволить Вот Сделайте такие брюки себе Приобретите И вы увидите Что всё Будет хорошо Потому что Вот у этого У этой ткани Есть свой секрет Вот И тем более Здесь есть И брюки И жакеты И Ну Юбки Ну понятно И все аксессуары Которые подчеркнут Вот этот удивительный Удивительный Принт Вот Ну и дальше Плавно переходим К полоске И я хочу Не просто сказать Несколько слов О полоске Которая тоже Очень Ну казалось бы Ну что там может быть Удивительного В этой полоске Ну Конечно Полоска Это не тельняшка И при всей её Такой предательской Простоте А полоска Способна творить Чудеса И Одна вот Женщина Поделилась С нашими Читательницами Экспериментом Как самой Без какого-то Такого Шопера Профессионального Не сделать Ошибок И делала Фотографии Разных Нарядов Прямо В магазине И вот Вы можете Взять на заметку Не столько Даже сами Наряды Хотя вот У меня лично Мнение Разошлось С тем Что пишет Эта женщина Или может быть Это в разном Возрасте Такое мнение Потому что Полусвободное Облигание Иногда Создает Эффект Более стройной Фигуры Чем Облигание Даже если вы Имеете Хорошую Фигуру Чем Плотное Облигание Это надо Как-то Всегда Помнить Но Если вы Примеряете И делаете Фотографии На телефон На обычный Свой телефон Спокойно Дома Заварили Кофе Или Чаек Спокойно Посмотрели И порадовались Какая я Здесь красотка Ну и для того Чтобы понять Насколько Разная Может быть Полоска Вот здесь Просто есть Несколько Вариантов И наверняка В одном из них Вы найдете Себя Свой тип И Здесь В отношении Полоски Прикажущейся В простоте Нет Мелочей Важна Не только Сама Полоска Там Узкая Широкая Но и все Остальное Это Форма Выреза Форма Вот горловины Да Она совершенно Разная И Очень часто Наши женщины Которые В общем-то Достаточно Ну У нас И высокие Все-таки В Прибалтике И они Ну статные Да Но бывает Все-таки Диспропорция Верха И низа Особенно с возрастом Она усиливается То здесь Ну не надо Этого бояться С этим можно жить И дизайнеры Нас в этом Постоянно убеждают Что все хорошо Просто обратите Внимание На Как Как смотрится Какой вырез Можно вам Порекомендовать То есть на самом деле Взять на заметку Вот такие простые Но очень понятные А самое главное Работающие Элементы Ну Журнал женский Конечно У нас всегда Очень интересны Нам Женские судьбы И интересные Мужчины Ну вот Дмитрий Хрусталев Практически Но я бы сказала Что он С возрастом Тоже один из моих Любимцев Телевизионных И со времен Еще камеди Всех этих Поединков КВНов И так далее Я думаю Я думаю Что он При том Что у него Роль С легендарным Звездным Ургантом Немножечко На втором плане Я думаю Что он Как раз Играет Вот ту свиту Того короля Ну если вы Смотрите программу Вечерний Ургант И без него Конечно И сам бы Иван Ургант Потерял бы Заметную часть Своего шарма И обаяния Вот Ну и о том Что даже У таких звезд Когда мы пеняем На судьбу И говорим Ну вот Я живу Вот в такой стране Мужчин у нас мало Или там лучшие годы Остались где-то Далеко позади Чего-то мне не додали Что вроде бы Я заслужил Ну посмотрите Почитайте О судьбе Дмитрия Хрусталева Ну видите Даже такие звезды И такие харизматичные Мужчины У которых казалось бы Всегда есть выбор И широкий выбор Даже у них Не все в шоколаде Ну я думаю Что многие Многие женщины С удовольствием Об этом прочитают И конечно же Love story Ну Богатые тоже плачут И я не хочу Там это пересказывать Я думаю Что все женщины С интересом Прочитают Что Какие возможны Варианты Какую судьбу Выбирают женщины Известнейших Мужчин Президентов Чем они Расплачиваются За это женское счастье Которому Всегда Мы стремимся Я думаю Что истории И драматичные И грустные И истории Счастливые И вот Три знаменитые Французские Любовницы Президентов И чем же Это вот Любовь Чем она Закончилась И Ну Конечно Интересно Читать Вот О такой Любви Это всегда Очень увлекательно И Прикажущимся Вот этом Сумасшедшем Отрыве Обычной Женщины От вот такой Звездной Истории Любовной Да Очень много Очень много Таких Связок Которых Дилемм Перед которыми Стоит Самая Обычная Женщина Самая Заурядная Очень далекая От вот таких Вот кругов И Когда Женщине Надо сделать Выбор Или как-то Дать определение Что же с ней Происходит Ну Несмотря на то Что все Три истории Имеют Разное Окончание И Карла Бруни Например Совсем Не сравнить С историей С историей Жюли Гайе И Франсуа Все истории Имеют Разное Окончание Но Главное Главный Месседж Я бы сказала Что Любовь Это большой Дар И если В этой Любви Рождаются Дети То это Не просто Дар Это большое Счастье Потому что Значит Ваша Любовь И ваша Встреча Она Дала Новую Жизнь И Женщина Об этом Не просто Не жалеет Эта Любовь Продолжает Жить Даже Если Супруги Ну и не супруги Вот эта пара Не сложилась Как традиционная Семья Ну вот Многие мысли Несмотря на то Что вроде бы Истории Такие звездные И далекие От обыденности Но Истории Очень трогательные И конечно Каждая Женщина Прочитает Жизни Есть Есть Такая Вот Такая Как бы Такой Секрет Что Что бы ни Написал Журналист И что бы ни Написал Писатель Вот Когда ты Пишешь О реальном Человеке Слушаешь Реальную Историю Ты всегда Понимаешь Что да Так это было И наверное Жизнь Она лучший Писатель И лучший Режиссер И даже Вот такой Сценарист Потому что Одно дело Закрученные Кинопроизведения Тарантино И совсем Другое дело Тоже не менее Закрученные Драматичные И Ну Душераздирающие Вот без Преувеличения Сказать Истории Людей И в том числе Вот такого Вот Высшего Света Вот Ну и конечно Всех нас Не может Не волновать Тема Китайского Коронавируса Ну Казалось бы Китай далеко Но мир Настолько Стал тесен Что Сейчас Благодаря тому Что и конечно Средства Связи Информации Буквально Стали на порядок Выше То конечно Не сравнить С тем Что было В прошлом веке Но Как показывает Вот эта публикация Что вирусы Были всегда Паниковать Не стоит Я кстати Уже видела Одну женщину Которая в маске Правда Я не знаю Она в связи С коронавирусом Или может быть По другой причине В общественном транспорте Ехала Но я думаю Что если Маска Способствует Вашему Душевному Здоровью Успокоению Ну Ходите В маске Хотя Специалисты Вот Все Объясняют Какие Риски Все-таки Китай у нас Достаточно Далеко Но связи С Китаем Есть Вот я была На выставке На Балтуре И Направление Поезда Китая Все равно Было Много Народа Очень большой Интерес Они вызывали Есть разные Версии Вот Именно То Почему Акцентируют Коронавирус Ну Так вот Если Мое личное Мнение То Посмотрите Ведь Антибиотики Изобрели Только в Прошлом Веке А до этого Антибиотиков Не было Люди Жили Более Короткую Жизнь Но При этом Население И страны И регионы И были Страшнейшие Эпидемии Оно Не вымерло Оно Продолжалось Жить Вырабатывались Антитела Антидоты Внутри Наших Организмов И Надо Наверное Мысленно Тоже Настраиваться На такую Вот Позицию Подключать Ну Свои Внутренние Ресурсы И не забывать О том Что вирус Это только Вирус И поражает Он именно Тех Кто В принципе Ослаблен И кого Может поразить Любая Другая Инфекция Вот это Наверное Самое Главное Сейчас Нам осталось До весны Буквально Какие-то Месяц Полтора Когда уже День Вырастет Солнце Будет Больше И нам Будет Легче Пережить Вот эту Волну Паники И тревоги Ну А с другой Стороны Любое Нашествие Вируса Для каждой Мамочки Это сигнал Тому Чтобы Каждому Ребенку Показать Картинку Прочитать Там Вот мы Приводим Там Допустим Сколько Это правил Ну вот Четыре Основных Да Четыре Основных Правила Что делать Включая Самое Такое Ну как Сказать Самое Дурацкое Но самое Действенное Правило Это мыть руки Ну вот Как бы Небанально Это не звучало Но тем не менее Основное Все-таки Мыть руки И советуют Также мыть нос Потому что Именно При дыхании Мы получаем Вот Все что Находится В воздухе Это не относится Именно к этой инфекции Это вообще Хорошее Правило Которое С человеком Вот Делать это На автоматизме Причем не просто Говорить ребенку Помой руки А прямо Сказать Пошли Помоем руки Пойдем Почистим нос Вот И Вот я думаю Что Для семейного Воспитания Такой Семейной Гигиены Ну вот Надо использовать Этот момент И конечно Это Ну не то чтобы сказать Обезопасит От всего Много и других Вирусов Мы все-таки Северная сторона Солнца у нас Недостаточно Вот Но с другой стороны Наш организм Достаточно Натренирован На то Чтобы противостоять Вирусам И не забывать Конечно О том Что у нас Есть наши Собственные Местные Продукты Такие как Клюква Где много Витаминов Квашеная капуста Вот Не удивляйтесь Но квашеная капуста Оказалась Совершенно Из разных Источников Я встречалась С микробиологами Которые Буквально Вдруг спели Мне целую Оду Квашеной капусте Вот Оказывается Не только Полезный продукт Антиоксидант Но при этом Витаминная бомба Ну не случайно Наверное Вот Квашеная капуста Это был такой Ну Незаменимый Атрибут В каждом Сельском Ну и у горожан Тоже Доме Вот Ну и В отношении Раз мы Заговорили О здоровье Наверное Нельзя Не Для женщин Даже у которых Все хорошо Которые Не чихают Не сморкаются С нормальной Температурой Все-таки Душевного Здоровья Нам не хватает Всегда Наверное Женщина Тот Тот вот Человек Барометр В семье У которой Ну самая Повышенная Тревожность И Когда вот День только Начинает расти Эта тревожность Наверное Она у многих И в школе Нагрузка Большая У детей Там Или учеба Да То конечно Тревожность Это повышается И Иногда мы Относим к тому Что Это вот Нервная система Так реагирует На все Другие Ищут Причину В том Что у всех Дети Как дети А у меня Посмотрите Что Или там Муж Вот он Как-то так Поддержки Недостаточно Или на работе Какие-то Проблемы А Специалисты Говорят Что нет Все То же Самое Детей Вам Никто Не Подменил И Муж Тот же Самый Которого Вы Вы Выбрали Когда-то С большой Любовью И в общем-то Он Мало Изменился С точки Или какой-то Боли Статью Подходящего Утреннего Своими Лапками Как-то Пережить Ну и Конечно Сам Журнал Люблю Я бы Не Сказала Что Это Какая-то Такая Волшебная Таблетка Но Это Тоже Такая Маленькая Глянцевая Красивая Приятная Прививка Которая Помогает Вам Увидеть Себя Со Стороны Ну и Хорошо Если Это Помогает Мы Надеемся На Это Вот И Равновесие Вот это Внутреннее Спокойствие Это Не то Чтобы У тебя Голова Не болит Нет Это Просто Ты Не боишься Завтрашних Забот Ты знаешь Что Завтра Будут Новые Заботы Их Много И То Что Завтра Будет Тебя Не Тревожит Потому что Люди Еще Не Знают Что Завтра Будут И Многие Женщины Говорят Боже Моя Как Подумаешь Что Завтра Опять Вставать И Завтра Опять Уже Позвонят Вот Не Надо Этого Думать И Будешь Думать Что С Этим Делать Ну Вот К этому Знаете Как говорят Специалисты Осознать Проблему Это Наполовину Ее Решить Я Во всяком Случай Уже Города И Такой Работы Которая Разноплановая Когда на меня Что-то Валится На голову Первое О чем Я думаю Сталкиваюсь С проблемой Что я ее Осознала Сама Или с помощью Других Ну вот Кому-то Может быть Наш журнал Поможет Осознать Вот Ну и Если Уже Мы Начали С детей И Закончим Наверное Тоже Наш Обзор Журнала Именно Этого Номера Да Потому что Журнал Конечно Невозможно Обозревать В полном Объеме Много Тем Интересных Мы Поднимаем Вот Очень Очень Актуально Для всех Участников Нашего Будущего Семейного Дефиле Нашего Праздника Так Публикация Называется Грандиозный Провал Вот Как Научить Ребенка Быть Активным В этой Жизни Ну вот В это Я имею Ввиду Что В разноплановых Ее проявлениях Жизни Да И при этом Не бояться Не бояться Оказаться Вот таким Вот Ну не в первых Рядах Так скажем Не в первой Тройке Не в лидерах Да Это Очень сложно Сделать Потому что Вообще Понять Что Ребенок Боится Проиграть Боится Разочаровать Родителей Боится Учителя Который На него Возлагает Надежды Там Говорит Ты будешь Представлять Наш класс Или школу Вот Как это понять Это очень трудно И когда мы это понимаем То Мы ужасаемся От того Что Ребенок Внутренне Зажимается Боится Проиграть И боится Отказать Взрослым И Внутренне Боится Что мы Взрослые За его Неудачу Ну Страх-то Какой Ну проиграл Ну что Это же там Не что-то такое Серьезное Что мы будем Его меньше Любить Вот как-то Понимать Это Чтобы никогда Это не было В прямой Зависимости От его Результата Того В чем он Участвует Что мы его Будем Меньше Любить Вот Поддерживать Надо Рассказывать О своих Собственных Неудачах Вот Не так давно Я была На турнире Для меня Это тоже Было Открытие Хотя Казалось бы Где мы Только Наш журнал Не был Ну как По журналистской Работе На Восточных Единоборствах Где Восточное Единоборство И вот Это вот Борьба Восточная И там Девочки Тоже Участвуют Хотя Казалось бы Там Дзюдо Или Какие-то Еще Там Древние Виды Ну как Не совсем Нам Свойственно Оказывается Очень Популярно У девчонок Тоже У подростков И В разговоре С тренером Он сказал Что Чем Хороши Единоборства В них Не бывает Побежденных Есть Либо победа Либо Опыт Ну и Вот На этой Прекрасной Ноте На этом Пожелании Я снова Приглашаю Вас На праздник И хочу Чтобы В вашей Жизни Было Больше Побед Вместе С журналом Люблю Продолжение следует